Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минское городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарбер. С начала года на тушение пожаров и загораний столичные спасатели совершили более 2800 выездов. На пожарах за это время погиб 21 человек. Печальную статистику погибших пополнила и неделя ушедшая. Далее об этом подробнее. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе пожар вспыхнул в квартире по клубному проезду. В плену огня оказалась 49-летняя хозяйка. С серьезными ожогами в состоянии алкогольного опьянения пострадавшая была доставлена в больницу. Предполагается, что причиной разгула огненной стихии стала незатушенная хозяйка сигарета. Вероятнее всего, пагубная привычка стала причиной еще нескольких пожаров в столице на минувшей неделе. Из-за дыма в 16-этажке на улице Сырокомли соседи вызвали спасателей. Оказалось, что в однокомнатной квартире на седьмом этаже горело имущество. Найденного в коридоре пожилого хозяина спасатели передали медработникам. С отравлением продуктами горения мужчина был госпитализирован. Минск чрезвычайный. Первыми тревогу забили и соседи, почувствовавшие дым на третьем этаже девятиэтажки по улице Байкальской. Работники МЧС вынесли из захваченной огнем комнаты двух мужчин. 63-летнего отца хозяина и его 57-летнего знакомого, который был уже без сознания. Обоим потребовалась госпитализация. Пострадавшие отравились продуктами горения, получили термоангуляционные травмы и ожоги 18 и 70% тела соответственно. Спустя сутки стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице. Минск чрезвычайный. Еще один пожар произошел в выходные на улице Байкальской. На этот раз по причине короткого замыкания электропроводки загорелись деревянные обшивки стены потолка в частном доме. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших. Не допускайте перегрузки электросети и своевременно ремонтируйте электропроводку, чтобы не стать жертвой короткого замыкания. На примере пожаров, которые случились на прошлой неделе, хочется еще и еще раз напомнить. Не курите. Не курите в постели. Не курите в нетрезвом состоянии. Чтобы обезопасить себя и своих близких, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Помните, любой пожар легче предупредить, чем ликвидировать. А жизнь и здоровье слишком высокие ценности, рисковать которыми вверх безумия. Это все. Слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.